Сегодня дам самый простейший тест на определение состояния своего МТД, мышц тазового дна. То есть, как проще, простого определить, в каком состоянии твои мышцы. Итак, запоминай. Что для начала нужно сделать? Нужно для начала найти время для себя, чтобы никого не было в квартире или в доме, чтобы ты была одна. Потому что ты будешь тест этот делать голышом. Нужно хорошенько вымыть руки, вымыть их с мылом, высушить. Желательно еще хлоргексидином их протереть и смакнуть. Дальше садишься на стул голышом с голой попой. И ладонь, всю свою ладонь размещаешь себе в промежность. Таким образом, чтобы средний палец у тебя доставал до ануса, а вот эта зона у тебя была в районе клитора. То есть, вот ты на стульчик села и вот так вот себе поставила руку. Вот таким образом. И всю ладошечку к своей промежности прижала. Дальше какие твои действия. Теперь расслабь свое тело, прижми ладошечку и покашляй раз 6, 6-7 раз покашляй. Понаблюдай, что происходит под твоей ладошкой. Затем следующее действие. Также точно прижимай ладошечку и представь, что ты надуваешь шарик. То есть, тебе надо будет повыдыхать с таким сопротивлением в губах. Вот так примерно. То есть, фактически, понадувай щеки. При выдохе пытайся выдохнуть в щеки. Губы сомкни, чтобы было сопротивление. Как будто бы шарик надуваешь. И в этот момент понаблюдай, что будет на ладошке тоже. Сделай таких выдувов. Надо 15-20 примерно. И вот тут смотри, что важно. Когда ты все это делала, прислушайся к своим ощущениям. Не захотела ли ты пописать? Не захотела ли ты в туалет помочиться? Вот если у тебя возникло такое ощущение, что ты хочешь в туалет, значит, уже у тебя очень серьезно запущенная ситуация с мышцами тазового дна. Ослаблены сфинктеры. И уже прям голубом нужно бежать и что-то с этим делать. Потому что это начнет сейчас накапливаться, как ком нарастать. И проблемы начнут выявляться уже те, которые очень сложно будет устранить. Теперь, если ты почувствовала при надувании, при кашле, ну, в большей степени, конечно, важно, что при надувании происходит, что у тебя выдавливается на ладошку промежность, вот ты, ну, дуешь в щеке, а у тебя в этот момент твоя промежность в ладошку давит, когда ты дуешь. Как бы выдавливается. Это говорит о том, что мышцы тазового дна ослаблены. И тебе обязательно нужно уже начинать заниматься. Еще не так критично ситуация, как вот если бы ты почувствовал, что сильно хочешь писать, но все равно это уже звоночек, и нужно уже что-то с этим делать. Потому что, по сути, мышцы тазового дна, они способны легко сдерживать давление диафрагмы. То есть ты, как бы ты ни дула, как бы ты что ни надувала, как бы ты ни кашела, как бы ты ни чихала, вот этого вот надавливания на ладошку не должно быть, когда ты делаешь этот тест. Потому что крепкие мышцы, они все это очень легко сдерживают. В общем, сделай такой тест. Посмотри на состояние своих мышц. Это самый простой тест из всех, который только можно найти в интернете. Но для тебя будет, по крайней мере, очевидно, как обстоят дела с твоим женским здоровьем. Продолжение следует...